Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с Натаном поиграем в Эннарад. Я поставил новый клиент игры, и чертов Неймлес со своим проклятием испанского языка меня все равно не отпускает, и они все равно общаются на испанском языке, я даже не знаю в чем... Что мне может помочь вообще в данной ситуации? Ну в общем я решил испробовать одну интересную тактику, которая, господи как же бесит, которая по сути не очень-то хороша, потому что ее легко проконтрить, но если получится это все провернуть, то будет довольно таки весело. Суть ее в том, что я буду играть в масс спам волков, к сожалению у меня максимальные настройки, я забыл поменять. Хотел написать чутка лагать, может лагать сильно, еще у меня по два сообщения почему-то, ну посмотрим. В общем будет масс спам волков с выходом в дроуглина, с выходом в троллей, и затем с превращением дроуглина в оборотня, что запрещено правилами, но мы с Натаном договорились и он как бы не против. Ну по сути сам оборотень по себе не имбовый, ну он силен конечно, третий тир все-таки, но у него есть одна проблемка. Есть баг, при котором, когда вы пытаетесь его атаковать, ваш отряд к нему привязывается. В целом, потерять один отряд во времена третьего тира это не так уж и больно, там можно какой-то фиговый отдать. Но для тех, кто не знает про этот баг, может случиться казус и вы потеряете героя, то есть если вы героем кликните, а не отрядом. Поэтому эта штука запрещена, но я надеюсь, что все будет у нас хорошо. Натан предупрежден, значит вооружен, и он не потеряет ничего. Хотя беда еще, беги в том, так я не закрепил, черт, увлекся разговорами. Беда еще в том, что не факт, что я докачаюсь до третьего тира, это все-таки довольно-таки слабая тактика. Он может понять, что, ну раз уж я сказал, что я хочу древоглина построить, то я буду спамить волками. То есть по сути, чтобы проконтрить волков, ему надо просто стаки из мечников слэш копейщиков делать и все. Ой, пардон, мечников слэш лучников. Хотя я, конечно, могу подстроить еще всадников, но в идеале я хочу без них сыграть. Плюс еще одна проблемка, волки не имеют нормального урона по зданиям, как бы совсем. Вот, и экономику сносить волками будет крайне проблематично. То есть надо, не знаю, надо отрядов 6, чтобы они более-менее как-то продамажили ферму. Вот, ну благо хотя бы можно крепить ими. Как видите, с бафом на урон они быстро разбираются с варгами. А вот, да, с созданием все по-другому выглядит. Ну что ж, давайте мы, наверное, сейчас поэкономим шекелем. Построим драуглина. Драуглин неплохо так давит в форме волка. Так что это должно нам сильно помочь. Драуглин дает им броню. Волкам и волчьим всадникам. К тому же мы можем загрязать шипастые ошейники, которые дают им еще больше брони. И если волки будут в достаточно большой группе, то, возможно, они не так сильно будут страдать от лучников слэш-мечников. К тому же волки быстро бегают, и мы можем ими неплохо так маневрировать, чтобы бить в первую очередь лучников, а не мечников. Вот, такой вот план. Плюс к этому еще, если мой противник играет за какой-нибудь арнор в классическую страту типа раннего карта Эна, или же им ладрис, или же даже лориан в такую же страту в этих разведчиков, то мне очень даже повезет, потому что волки их контрят. Но, как видите, приехали варги, родились, воскресились слэш, и все пошло по женскому половому органу. Ну, ну что ж, ну что ж, мы построим еще одно здание, еще одно логово. Молков. Шлем драуглина с его. Ну, давай, давай, с его шариком, чтобы он нам помогал. Так, теперь у нас есть броня, но нет волков совершенно. Может быть мы как-то их... Можем еще, в принципе, грейд знамен сделать. Если это чем-то поможет. Так, он играет за гномов. Криппинг не удался, от слова совсем. Но мечники Дейла, они как бы не очень-то хорошие, поэтому... Не проблема. Либо мы можем... Ой, пардон. Мы можем сразу же в троллей играть. Допустим... Нет, ну пока что маловато, все-таки в оборотнихи. Ну, волков, пардон. Волков. Я думаю, что мне... Что мне выгоднее сделать. Ну, я запалил свою тактику, это печально. Весьма. Может сюда? Этот рабочий пусть строит плавильню. Нам нужен грейд флагов. Хотя бы. Третий уровень драуглин. Давайте-ка ошейники сделаем. Сколько они стоят? Всего лишь 150. Это, в принципе, недорого. Флаги даже дороже, наверное, будет. Ну, не наверное точно, по 200 копеек. Вот. Как же медленно, черт возьми. Так, плавильня еще не скоро будет готова. Забираем первые деньги. Ну, хорошо, что он пытался меня рашить. Значит, он не... Не закрепил. Хотя, к этому времени он уже что-то мог закрепить. Все-таки прошло очень много времени. Так, ошейники еще не готовы. Если я не ошибаюсь, броню дают. А, урон и очки здоровья. Ух ты, это совсем другое дело, кстати. Ну, давайте-ка. Уже подлагивает чутка из-за настроек. Жаль. Плюс карта еще такая. Снежная. Ну, посмотрим. Мне кажется, это какая-то ошибка описания. Помнится мне, что дают они броню, а не урон. Но я не жалуюсь. Если урон, то это очень классно. Ну, очень сложно сказать, что они дают. Вроде мы сносим так же медленно, как и раньше. У нас настолько много волков. За эти деньги, если бы у меня были орки, я мог бы ему всю экономику пронести уже. Поэтому тактика плохая. И типа... Дисклеймер. Не играйте через эту тактику. Она прям очень плохая. Вот. Но зато веселая. Везде есть свои плюсы. Сейчас прокачаем дрову глина. Так, значит, мы выходим в магов. Затем в башню качи. Пошли поищем его фермы. Все. Походу... Все. Волки с грейдами. А ну-ну-ну. Как быстро мы снесем? Нет, ну в принципе этого количества достаточно, чтобы хоть что-то сносить. Он играет... О, нет, там много войск. Он играет в лучников Дейла. Что? Немного печально. Нам придется сейчас вместо волков строить троллей, потому что с этой армией мне никак, ничем не справиться. Ну, ничем в смысле. Волками этими не справиться никак. Так, это сто процентов. Так, мы можем его подкресить, если он сейчас будет высаживаться. Давайте-ка мы с этой стороны встанем. Вот так вот. Вот, 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 вот оно, вот оно, вот оно. Это была ошибка с его стороны, потому что мы бьем его войска в спину. И хоть наши волки довольно-таки плохи, но все-таки в спину. Это позволяет больше урона наносить. Так, продаем чуть-чуть. Нормально. Окей. Так. А вот здесь уже проблемки, потому что... Волки закончились. А у него много войск. Так. Валим отсюда. Он построил повозку, но у меня некого давить. Банально. Так что... Окей. Сори. Давайте-ка сюда. Он закрепил моих варгов. Ну, это не проблема. Сейчас будет два тролля, и я могу уже попытаться сражаться с ним. Правда, там лучники Дейла, они огромный урон вливают по троллям. Но все же... Я думаю, что зеленых троллей нет смысла строить против гномов. А вот этих есть. То есть, разница в том, что у зеленых просто огромнейший сплэш. Наверное, самый большой среди всех троллей. Но урон-то не очень большой. А вот у этих парней все совершенно наоборот. У них урон побольше, правда, меньше выживаемости. Прям в миллионы раз. Беги, 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 беги. Фейл. Вот. Но при этом сплэш маленький. То есть, вот как-то так. Но, как бы, особо большой сплэш нам и не нужен. Это все-таки гномы. Они быстро не умрут никак. За три волка третьего уровня опнул Балину. Ну, Балин быстро качается. А волки второго уровня. Ну, да, это слишком быстро все-таки. Балин тот еще. Халявщик. А-а-а. Окей, почему у меня по два сообщения? Что это за магия-то такая уличная? Так, нам нужно еще. Раз уж мы будем спамить этой армией волков. Ммм, на удивление сейчас не лагает. Как же так? Так, ну, врываемся. О, черт, их много, я боюсь. Вот теперь лагает. Надо бы как-то их заставить напасть на меня. Давайте-ка, давайте-ка. Не хочет. Ну, ладно, тогда здание сносим. Может, блин, может, зеленых. Может, я был неправ. Хрен с ним, с уроном. За счет выживаемости хотя бы будем тащить. Потому что я сильно сомневаюсь, что мне хватит вот этих вот троллей, чтобы с ним сражаться на... наравне. Отступать, отступать. Прикрываем троллей. Сколько же это мне обойдется? Тысяча. На грейд. И еще одна тысяча... А нет, 800, точнее, монет. На вот этот вот апгрейд. Блин, то, что он не нападает, с одной стороны, это клево, с другой стороны, это страшно. Потому что он копит побольше армии еще. Чем у меня. У него-то армия хороша. Может, я успею подкрысить? Нет. Нет. А-а-а. О-о-о. Больно. Торин. Вот дерьмо. Так, давайте-ка еще троллей. Нет, ну мы как бы всегда можем пойти, просто ему крепость пронести. Беда в том, что он может сделать то же самое. Так, мы, наверное, поставим две вышечки. Блин, мне нужны вот эти вот тролли. Надеюсь, что помогут. И дополнительно два тролля вот этих вот. Так, сюда вот логово. Ох ты, второй уровень уже. Ну, тролли сейчас будут. Больше тянуть нельзя. Никак. Не дам. Так, подкреп. Давайте еще зеленые. Все. Пошли. Сносить крепость! Кхе-кхе-кхе. Так, стоям бы. Волки же против копейщиков, верно? Почему бы мне не... Не убить их? Мы можем сделать заморозку на крепу. На случай, если он попытается ее пронести. Я приберегу очки. Там гримбиорн у него. Так, все сюда. Поближе давайте-ка. Черт, как же мешает. Плюс биорн. Та же зараза мешает. Этот вышку бьет. Бей крепость. Вот, все нормально. Проносим крепость. Биорна мы вроде бы слили. Да, Биорна слили. Отлично. Это сюда. Это сюда. От базы мы уже больше ничего не построим. Уфигеленное. Или не слили? Нет, слили Биорна. Хорошо. Троллей у нас остается всего ничего. Так. Так, пусть драуглин пинает крепость. Потому что волки-то ее не дамажат, по сути. Хотя, пусть волки тоже дамажат. Пусть маги дамажат. Хоть какая-то мелочь. Но если добьем, то все. Будет победа. Ну, не победа, но мы будем дальше кусать его здание потихонечку. И таким образом пытаться давить. Да, есть. Отлично. Здесь вот поставить хилочку. Затем опнуть себе статы. Так, что он делает? Он пытается меня пронести. Но наверняка то, что он не сдается, свидетельствует о том, что у него где-то еще есть здания боевые, кроме как на базе. Правильно? Так, мне нужны вот эти вот снаряды. Да, проносим экономику, потому что я не верю, что... И если бы у него, кроме этих казарм, больше ничего не было, он бы сдался. Верно? А у него плюс еще в армии, он себя хорошо чувствует, поэтому... Поэтому будем считать, что у него все хорошо. В таком случае... Проносим экономические здания, в первую очередь, вот эти вот с бафом на доход. Мне бы побольше экономики самому построить. Так, что тут у нас получается? Ну, короче, это сносим. Ой. Пардон. Боже мой. Что со мной? Беда. Это не сносится. Кнопка не прописана. Очень скоро будет башня КЧ. Очень скоро. Если не уже, нет, 15 очков нужно. Как вот это вот проносить? Я не знаю. Будем надеяться, что у него сверху здание. Он мог, конечно, вот сюда вот забежать. Тут рабочие же бегали. Аж два рабочих. Но мне почему-то кажется, что нет. О, боже мой. У этого мага нет обзора. Зря я его туда отправил. А вот и крепость. Пошли туда. Так. Стоять. Ну, я что не нажал. А, нажал. Это оно так медленно срабатывает. Вот. Пошли дубасить крепость. Хотя, жаль. Без него получилось принести. Он в одиночку может крепость слить, кстати. Главное только не провтыкать, когда он будет, ну, когда будет время заканчиваться, иначе он умрет. Надо его форму человека вернуть. Он не может всегда быть оборотнем. эх, жаль, 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 жаль. Прямо на финальной стадии матча он появился. Ну, что ж, довольно-таки глупая нерабочая тактика, но если не сражаться с противником, а просто пойти в тупую, пронести ему здание, то она может сработать. Всем спасибо за внимание. До встречи.